Да, и у нас ровно 3.00, поэтому мы с вами начинаем наш прекрасный вебинар «Как выбрать LCP?». И с вами волшебные, незаменимые ведущие Оля, MCP и Вероника. MCVP, OD, ETM. Да, ну, я думаю, вы нас помните, надеюсь, наши позиции, наши имена, и, конечно же, что мы айсекеры. Да, и долго без каких-либо вступлений мы сразу с вами перейдем к такой теории, которая, по нашему мнению, помогает принять наиболее выгодное для локального комитета, для национальной ассоциации, ну, и в целом для самого человека, который выбирается на LCP, решение. Поэтому вы можете делать себе пометочки, лучше делайте, чтобы не забыть, и можете, да, звать своих ребят, потому что, если что, зал ожидания открыт, то есть люди могут просто заходить. С чего бы хотелось начать? В целом хочется начать с объяснения процедуры. Наверное, не все еще знакомы с выборами в айсеке, как это проходит, поэтому немножечко теории. Сами выборы, вот этот день, когда встречаются кандидаты, встречаются фулл-мемберы, гости, аламни, состоит у всех локальных комитетов минимум из четырех вещей. Вы можете их видеть на слайде. Первое — это мотивационная речь, где кандидат рассказывает, почему ему важно быть LCP в этом году. Далее — стратегическая речь, где кандидат рассказывает, как он видит развитие локального комитета и национальной ассоциации в следующем году. Далее — это Q&A, соответственно, сессия вопросов и ответов, где любой человек может задать вопросы. И сама процедура голосования, где фулл-мембером, если вы не знакомы с этим выражением, то обратитесь к вашему LCP за разъяснением, но в целом это человек, который как раз голосует за кандидата. Процедура голосования у каждого локального комитета прописана в компендиуме. Компендиум — это такая конституция каждого локального комитета, и она может быть разной. Поэтому процедура, как правило, это просто за, против и сдержался, и выигрывает тот кандидат, у которого 50% плюс один голос. Просто простое большинство выбирает человека. Есть другие процедуры, но, опять же, ваш LCP здесь знает лучше по компендиуму вашего локального комитета. И здесь Вероника. Да, на самом деле, просто хотела добавить, что в целом, если вы являетесь таким активным мембером, активным PM и вице-президентом в вашем локальном комитете, то обязательно прочитайте компендиум, потому что, по сути, на основе этого документа, на основе вашего компендиума, вы принимаете все решения в локальном комитете, вы узнаете, какие бывают варианты выборов LCP, какие бывают варианты выборов PM, потому что некоторые, например, это делают по приоритетам, как сказала Оля, нужно будет уточнить у вашего финна либо LCP. Но обязательно, независимо от того, голосуете вы на этих выборах или нет, будет очень здорово, если вы прочитаете и будете знать, по каким правилам, с каким GD в целом вступают в срок вице-президенты, LCP, PM, потому что все это прописано, и на самом деле, да, не просто так до галочки, а именно для того, чтобы каждый понимал, что мы такая серьезная организация, где решения принимаются не с помощью LCP или совета, а с помощью тех людей, которые активно вовлекаются и готовы влиять на деятельность локального комитета. Да, и здесь, наверное, такая небольшая плюшечка для всех. Процедура выборов, вот такая, которую использует iSEC, используется в больших организациях, где выбирается CEO наподобие Google, Apple. Там, конечно, Board of Advisors, Board of тех, кто деньги дает, они принимают решения, но суть в том, что человек реально приходит, говорит свою речь, он готовит какие-то данные, и решение вот от вас зависит, куда пойдет локальный комитет, и это суперкруто. Вот реально вы решаете. При этом, что важно, если вы не фулл-мембер и не можете им стать, то есть не можете голосовать, вы все еще можете влиять на решение, задавая правильные вопросы, разговаривая с советом, с фулл-мемберами и с кандидатами, чтобы либо лучше подготовить кандидата, либо чтобы фулл-мемберы обратили на что-то внимание. Помните, iSEC — это супердемократическая организация, серьезно. Здесь нет такого, что чье-то мнение выше, чье-то ниже. Здесь выслушиваются все мнения, поэтому это суперкруто, если вы еще не фулл-мемберы пришли на этот созвон или будете смотреть запись, потому что вы, правда, влияете на развитие национальной ассоциации. Да, и давайте перейдем с вами дальше. Вот процедура, она такая серьезная, много вещей, а еще вроде как апплик вышел у LCP, там кто-то видео записывал, а мне вообще на что смотреть, я в первый раз это делаю. Да, для того, чтобы чуть-чуть полегче стало, мы с Вероникой выписали, на что точно стоит обратить внимание при апплике, когда вы смотрите апплик, при мотивации. В апплике также должна быть прописана мотивация и при речи, когда человек будет выступать, и стратегия. Она также указана в апплике, но к выборам она может чуть-чуть видоизмениться, и, соответственно, ее нужно оценивать как бы постоянно. Давайте с вами начнем с аппликейшена. На что точно стоит обращать внимание? На структуру. Это первое. Там должны быть отвечены все вопросы, там должна быть легко читаемая, понятная структура апплика. Вот вам мотивация, вот вам стратегия, человек ничего не забыл. Как минимум это показывает, что человек внимательный. Второе. Это связано со структурой, но это больше в дизайн. LCP и в целом любая руководящая позиция в современном мире – это позиция, где нужно много объяснять, где нужно много показывать, где много нужно создавать каких-то пространств на то, чтобы люди твою идею поняли. Так вот, если апплик нечитаемый, если там плохой шрифт, если там, не знаю, все наезжает друг на друга, ну, возможно, у человека пока что нет понимания, как нужно структуризировать презентацию. Возможно, человек не понимает, насколько это важно, и нужно реально обратить внимание, сказать, чувак, ты совсем не подготовился, я очень жду на выборах хорошую презентацию, где я могу все прочитать, все посмотреть, и я смогу оценить, насколько ты постарался подготовиться к выборам, потому что презентация очень важна в современном мире, и об этом нельзя забывать. Но я не говорю, что, типа, если презентация красивая, а нет наполнения, это лучше. Это тоже плохо, я думаю, вы понимаете. Ну и третий такой момент. Так, ну-ка не рисуйте на слайде. Дистракторы, удалите это. Да, и последнее. В апплике также можно заметить, на какие вопросы человек отвечает. Он может там задавать какой-то риторический вопрос для того, кто читает апплик. Может какие-то моменты, как бы, решать в самом апплике, которого не было при вопросах от LCP. То есть это довольно полезно. И также обращайте внимание, как человек анализирует в своем апплике. Потому что в апплике, который заполнял LCP, там куча вопросов. И вот если человек пообщался с LCP прошлых лет, пообщался с MC, пообщался с Alamni, и у него есть куча даты, нужно посмотреть, как он ее структурировал. Если человек ни с кем не общался, немножко надо обратить внимание, потому что мы часто думаем, что мы самые умные, но история — это то, на что точно нужно обращать внимание, то, что хотя бы нужно учитывать и анализировать. Вот, это такой блок апплика. Если будут какие-то вопросы, пишите, мы будем в онлайне отвечать, и тогда потихоньку переходим к мотивации. Фредника? Да, мотивация, в принципе, здесь важно обращать внимание, во-первых, почему человек выбрал для себя позицию LCP, почему он хочет подаваться. Естественно, это первый вопрос, на который он должен дать вам ответ. Естественно, она должна быть осознанная, и его мотивация должна быть не просто «я хочу получить эту позицию здесь и сейчас», это мое логическое завершение или продолжение опыта, а это именно про то, что он понимает, как этот опыт вложится в его дальнейшую жизнь, работу, структуру и какие-то дальнейшие планы. При этом, что очень важно, LCP — это не тот человек, который подается ради того, чтобы что-то взять. LCP — это тот человек, который подается ради того, чтобы что-то дать. И вот именно по этой мотивации вы должны понимать, окей, классно, он свинковал свой личный опыт и опыт в Айсике, это круто, а что же он даст нашему локальному комитету? И вы смотрите, да, классно, а насколько релевантно то, что он готов дать сейчас для нашего локального комитета? И именно это в мотивации я вам советую оценивать, да? То есть не только какие-то личные мотивы, но также и, наверное, ресурсы, знания и силы, которые готов уделять человек вашему локальному комитету, и, в принципе, вам, как мембрам, ПМ, и будущим вице-президентам. При этом, естественно, здесь нужно понимать, что человек точно осознает, что его жизнь поменяется, что его рутина поменяется, что он готов это менять, он готов подстраиваться под новую дисциплину, он готов изменять какие-то свои, да, зоны роста, акцентироваться больше на сильных сторонах, и он также их понимает. То есть такой self-awareness должен быть очень высокий, либо стремление к этому высокому self-awareness, и также очень важно понимать, что человек понимает, да, очень важно понимать, что человек понимает, что кандидат ваш осознает, что, в принципе, количество затраченного времени на позиции LCP будет гораздо больше, нежели на позиции вице-президента. И это не просто слова, а-ля я все успею, не переживайте, тайм-менеджмент, это моя вообще стихия, а именно окей, я понимаю, что у меня могут быть какие-то трудности, я понимаю, что в первое время мне придется от чего-то отказаться, и это абсолютно нормально, это когда вы чем-то очень сильно увлекаетесь, вы должны поставить это первым, вторым приоритетом. Мы не говорим про какие-то личные семью и так далее, но мы говорим среди других увлечений, среди работы, потому что для LCP первым приоритетом должна быть даже не работа, а именно его LCP-позиция, потому что если будет какая-то трудная ситуация в локальном комитете, и вдруг он возьмет приоритетом работу, то, к сожалению, для нас, как для организации, для вас, как для мембра, члена локального комитета, это не тот вариант, который будет таким здоровым, полезным, и, наверное, ну, да, без рисков, не несущий рисков, это будет наоборот все очень опасно, поэтому обязательно обращайте на это внимание. Да, Оль, тебе есть что здесь добавить? Да, небольшое добавление здесь, также, вот, вы помните саммит, если вы были, мы говорили, что мы AIR, ICP-Россия, и какая мотивация человека именно по отношению к национальной ассоциации, то есть человек хочет именно вложиться в свой город, свой локальный комитет или все-таки его картинка чуть шире, потому что у LCP, и мы расскажем чуть позже, должна быть реально намного более широкая картинка, чем у вице-президента и у других членов локального комитета. Ну, и последнее, как же без этого, это, конечно, стратегия. Здесь первый вопрос, который нужно задать при просмотре стратегии, это стратегия, она про преемственность, вот этот continuity, это преемственность. Человек хочет продолжать то, что началось в этом году, или, знаете, он хочет все убрать и начать заново. Здесь нужно понимать, что это два совершенно разных профайла LCP. Тот, кто может построить все заново, это очень такой структурированный, жесткий LCP, который, ну, реально сможет возвести фундамент локального комитета, если сейчас, к сожалению, ну, не совсем удалось это настроить. Если у вас в локальном комитете много инноваций, классные проекты, а LCP говорит, что он этого не будет продолжать, ну, как бы повод спросить LCP, почему, если там нет логики, то, возможно, LCP не понимает, что без продолжения работы ежегодно в ISEE, к сожалению, не будет классных проектов. Поэтому это нужно проверить. Далее, указаны ли в стратегии специфические, конкретные действия и МОСы, можно даже числовые, желательно, чтобы были числовые, на которые этот человек хочет работать. Понятное дело, сейчас COVID планировать тысячу иксов, ну, типа, это просто плюнуть в небо. Но на какие продукты хочет человек работать, в каких примерно порядках он планирует все это исполнять, у человека должно быть понимание. И также точно должно быть финансовое понимание. Сколько денег должно прийти в локальный комитет, сколько нужно оставить, финансовый менеджмент у ЛСП должен быть на нормальном уровне. То есть, это уже, как я говорила, это вклад в национальную ассоциацию. Если у кого-то есть долги, к сожалению, это всем, всем будет плохо. Да, далее это олайнится ли стратегия с MC-стратегией. Мы ее представляли на саммите. Если вы что-то не понимаете, опять же, можно обратиться к любому MC, мы поясним еще раз. Тут не должно быть такое, что стратегия копирует MC-стратегию. Но должно быть, но что должно быть, не должно быть противодействия. То есть, если MC работает на бренд, не должно быть такого, что человек вообще про бренд не думает и не хочет над ним работать. иначе не получится нам выстроить вот это вот дуть и все остальное. И последнее. Да, на какой аналитике основывается человек при стратегии? То есть, если в вашем локальном комитете, например, человек говорит, что в следующем году мы будем делать 1000 IGV, а вы за последние 10 лет сделали 5, интересно, на какой дате основывается человек, почему принимает такое решение? Может быть, он и прав, но он должен четко это объяснить. Вот. Это если говорить про стратегию, и я думаю, тогда мы можем потихоньку переходить дальше. Но перед этим, да, Вероника, есть что добавить? Да, я хотела еще про стратегию добавить насчет амбиции. Амбиции — это очень круто, и амбиции должны быть у каждого LCP, лекта, у каждого вообще человека в нашей организации, но главное — знать, насколько глубоко проработаны ваши амбиции, да. Допустим, я хочу сделать OGT своим фокусным продуктом, и первый вопрос, который я задаю всем, кто мне сейчас, да, из LCP потенциальных кандидатов мне звонит, и вот говорит, я хочу сделать такой-то продукт фокусным. Первый вопрос, который я задаю в ответ, что для тебя фокусный продукт? Поверьте, ответы у всех разные, вот прям кардинально разные. Фокусный продукт — это единственный продукт, фокусный продукт, куда мы лучших людей отправляем, фокусный продукт, который больше всего денег приносит. То есть, прямо, да, идите вглубь, смотрите, окей, хорошо, мы поняли там, что для него фокусный продукт, а как он считает, что это должно измениться в локальном комитете, от чего мы отказываемся, что у нас появляется, какие последствия. Вот прям не забывайте вот эти причины, следственные связи, обязательно за ними следить. Да, если у вас есть вопросы, то вы сразу же пишите в чатик, и мы будем отвечать, да, либо как стала Оля по флоу, либо уже в конце нашего прекрасного вебинара. Да, тогда пишите вопросы, если они будут касаться именно этого топика, мы ответим, и если нет, то уже в конце. Переходим дальше. Сейчас будет слайд, где много текста, не пугайтесь, все объясним. JD, LCP, это много. LCP делает очень много вещей, и вот это как раз то, что говорила Вероника. LCP, это вот ты переходишь на новый уровень, у тебя появляется куча задач, у тебя появляется куча ответственности, и вам, как кандидатам, вы на самом деле тоже должны знать, а что вообще LCP делает вам? Синергия с вице-президентами? А все? А что еще? Вот здесь на слайде выписаны вот все JD, которые обязаны просто делать каждый LCP, которые просто как обязательство. При этом еще что-то накладывается у каждого LCP отдельно. Даже смотря на это, уже понимаешь, что здесь много всего, и вот как раз стратегия, мотивация, вы можете ее аллайнить с JD. Я все здесь прям читать не буду, я просто сейчас глазами сама раскидаю, какие тут разные моменты есть. есть, например, ну, понятное дело, менеджерить EB-команду, пленнинг, трекинг, коучинг, ревьюинг, все это знают. Дальше, менеджинг экстернал борт. А что такое экстернал борт? Это аламни, которые помогают нам развиваться, и человек должен уметь разговаривать с внешними людьми, с теми, кто выпустился из организации, и в целом вот это сообщество создавать, потому что, к сожалению, сейчас не у всех локальных комитетов есть борт оф адвайзерс, а это люди, которые супер помогают локальным комитетам EMC там, где они есть. Например, Customer Satisfaction Checking. LCP на самом деле удивительно должен проверять, насколько наш кастомер удовлетворен работой. И вот LCP, он знает вообще, у него это есть где-то в стратегии, он понимает, что ему вообще нужно на это работать. В целом, LCP-кандидат знает свое JD. Это очень важно узнавать. Почитайте на досуге. LCP-кандидаты тоже, обратите внимание, если вы еще не смотрели. Если что, на русском языке это написано в компендиуме, ну, в национальном компендиуме. И ЛК тоже компендиум. И ЛК, да, и ЛК компендиум, поэтому у вас это должно быть. Можно это изучить. Здесь тогда мы потихонечку будем переходить дальше. И, Вероника, есть что добавить? Да, у меня тут есть что добавить. Ребят, тоже, пожалуйста, не забывайте, особенно LCP-кандидаты, если вы здесь, то услышите меня, что LCP локального комитета это руководитель, да, и мы с вами все, каждый локальный комитет это официальное юридическое лицо. Мы не просто здесь приходим мотивировать людей, мы не просто здесь приходим их развивать, да, естественно, это наша миссия, амбиция, роль, цель, но кроме этого мы являемся представителем нашей организации, представителем нашей компании, да, я так утрирую, чтобы вы понимали именно серьезность моих слов, в том смысле, что вы должны уметь разговаривать со всеми официальными органами, государственными органами, как вы будете представлять себя перед ФСБшниками, как вы будете разговаривать в налоговой, а знаете ли вы официальное, да, полное название вашей организации, да, вот обязательно посмотрите, а в договорах-то как вообще вас называют, и если вам позвонят, здравствуйте, а вы региональная ассоциация, или здравствуйте, а вы кто, и вы такие, а мы айсик, а люди вообще даже не знают, что такое айсик, потому что в документах вы не так вообще, да, пишетесь и существуете, поэтому, кроме того, чтобы вдохновлять классных ребят, создавать комьюнити, что безумно важно и нужно, и это нельзя умалять, есть еще вторая сторона ЛСП, которая вот, ну, только по сути ЛСП, да, и УМСП есть, что вы здесь финально представляете организацию, и то, как вы разговариваете, адаптируетесь под обстоятельства, меняете свою речь, меняете свой стиль коммуникации, и, в принципе, знаете какие-то моменты, которые происходят, это очень важно, поэтому, и здесь важен и финансовый менеджмент, и легальный менеджмент, да, то есть очень-очень много аспектов, про которые нельзя забывать, потому что, если мы просто хотим развивать лидерство и, ну, классно проводить время, это можно делать, в принципе, на позиции вице-президента, да, мы делаем очень-очень крутые вещи, но мы не несем вот эту финальную ответственность, но если мы подаемся на позиции ЛСП, то, да, будьте добры, быть готовым, что вы именно вот, все, вы лицо, вы руководитель, президент, директор, как угодно можно вас называть, но весь спрос будет с вас не только внутри локального комитета и энтити, но и снаружи, поэтому нужно вот здесь быть, да, готовым, но еще, что я хотела вам сказать, что, естественно, да, все мы сейчас, те, кто подаются на ЛСП, вы все-таки сейчас еще вице-президенты, и то, что вы чего-то не знаете, то, что вы, ну, к чему-то еще не готовы, коммуникация не до конца точно, it's okay, да, вам главное понимать, что вы будете делать в течение следующих шести месяцев для того, чтобы стать лучшим ЛСП в энтити, да, для того, чтобы подготовиться, и вот если вас спросят на интервью, да, если вас спросят на интервью, там, допустим, да, Оль, там, расскажи, пожалуйста, как ты будешь работать на финансовом менеджменте, когда Оля понимает, что не до конца еще разбирается в этой теме, тогда может ответить, окей, да, я понимаю, что сейчас моя зона роста, я уже сделала вот это, вот это, чтобы это понять, и в течение шести месяцев я сделаю вот это, вот это, вот это, и тогда к вам будет доверие, да, и вас увидит такую надежность, и осознанность, и, наверное, уверенность как кандидата, поэтому не забывайте про это, и также те, кто оценивает, оценивает кандидатов, смотрите не только на current state, но и на перспективу, как быстро человек учится и готов адаптироваться. Да, спасибо, Вероника, это правда, у LCP должен быть определенный набор скиллов, но самый, наверное, важный скилл для любого эсекера это быстрая обучаемость, а сейчас на слайде показаны скиллы, которые вот лично я и Вероника считаем такие crucial в позиции LCP, и которые либо нужно срочно развивать кандидатам и прямо понимать, как ты будешь развивать эти навыки, а вам нужно обращать на это внимание, потому что вам нужен LCP, который минимально имеет хотя бы вот такие скиллы, и здесь я прям пройдусь по ним. Первое, это паблик спикинг, Вероника уже пояснила, очень много придется говорить, нужно уметь вдохновлять, нужно уметь доносить свою точку зрения и нужно уметь не лить воду, когда не надо, но лить воду тоже надо уметь, это тоже очень важно на самом деле. Дальше, стратегический подход к работе, это как раз про анализ даты и использование в дальнейшем. Дальше, коммуникационные скиллы. LCP, человек, который очень много разговаривает, и он должен по-различному разговаривать с разным кастомером. И вот, как говорила Вероника, ФСБ, это один разговор, мембр, который вступает в ICIC, это другой разговор, и человек должен уметь переключаться. Дальше, минимальный уровень английского языка. LCP, человек, который общается с ICIC International, глобали, он ездит на конференции, он ездит, он созванивается с разными странами. И, если LCP, вот, минимально, хотя бы, не может разговаривать, не может переписываться, то, но это вызовет некоторые проблемы. При этом, что важно, Диана Салахова, когда подавалась на LCP, вообще английский не знала, но, будучи на позиции LCP, она очень быстро училась и смогла, как бы, уже общаться и спокойно сейчас на английском говорит, переписывается, письма официальные пишет. То есть, это то, на что стоит обратить внимание человеку, вот реально спросить, как он собирается учиться, если он не знает. Если знает, все прекрасно. Дальше, Team Management, понятно, Conflict Management, как человек реагирует на конфликты, как он решает конфликты. Тут уже про самого LCP, то есть, насколько он сам конфликтный. Это плохо, реально, если лидер конфликтный, в LCP будут проблемы. Если человек не умеет решать конфликты, в LCP будут проблемы. То есть, человек должен работать и над собой, и над умением решать конфликты. Risk Management, тут понятно, аналитика и Time Management, нужно очень многое успевать. Минимальные скиллы, и, думаю, тут мы сразу тоже можем переходить дальше, уже к тому, что каждый FM и каждый в целом человек в локальном комитете не то, что должен, а может сделать, чтобы принять максимально классное решение и быть максимально классным айсейкером в своем ЛК. Первое, быть нейтральным. Ребят, вот нельзя поддерживать одного кандидата и не поддерживать другого. Серьезно. Нужно быть максимально нейтральным. Если вы пишете кому-то удачи, вы пишете всем удачи. Вы не пишете под постом с кандидатами, о, классно подался мой вице-президент. Нет, вы пишете классно, подались ты-ты-ты-ты-ты. Потому что это очень важно, быть нейтральным. Второе, задавать вопросы к кандидатам ЛСП и всем вообще, кого можно, как можно больше. Третье, разговаривать с людьми, которые работали с этим кандидатом. Мы в айсике учимся очень хорошо говорить, и некоторые люди слишком хорошо говорят, но очень мало делают. Поэтому нужно поговорить с людьми, которые работали с этим кандидатом. Далее. Нужно поддерживать всех кандидатов. Ребята, я была на выборах, это суперстресс. Это очень стрессово. И если вы не поддерживаете, вот тут есть вопрос, почему нужно быть нейтральным. И если вы поддерживаете кого-то больше, а кому-то вы вообще грубы, это реально будет очень тяжело человеку. Ну, это просто не по ценностям айсика, по моему мнению. Поэтому мы должны здесь быть максимально объективными, максимально нейтральными, максимально честными к себе и ко всем кандидатам. Дальше. Прочитать апплик. Ребята, это проблема, мне кажется, всех. Почти никто не читает апплик. Вот LCP прочитает, дай бог совет прочитает, все. Апплик больше никто не читает. Апплик — это одна из основных вещей, на которую нужно обращать внимание, когда подается LCP. Потому что там он прям показывает, что он думает, он пишет мысли, он забирает слова. Он вот этот дизайн, вот это все. Пожалуйста, прочитайте апплики. Все. Прям обратите внимание, выписывайте плюсы-минусы. Дальше. Говорить на брейках с кандидатом. Когда, ну, сами выборы проходят, у вас там будут какие-то перерывы, подходите к кандидату, говорите спасибо за выступление и задавайте какие-то вопросы, потому что на Q&A всем времени не хватит. Обычно Q&A длится 20-40 минут. И если много людей, то, ну, не все успевают задать вопрос. И да, последнее, это, ну, будьте громкими, поддерживайте ваших кандидатов, хлопайте, кричите, не стесняйтесь этого. Вот, это, наверное, такое основное. И есть, что добавить? Или идем дальше? Просто быстро скажу, почему нужно быть нейтральным, потому что, ребят, на самом деле, ну, это правда очень страшно поддаваться на такую позицию, на любую позицию в целом. Я думаю, когда вы поддавались на PM, на вице-президента, вам тоже было вольнительно. И представьте, человек готов перевернуть всю свою жизнь, он даже, возможно, до конца не осознает, насколько, но он уже сделал этот шаг, он стоит перед вами и максимально готов, да, отдаваться и вкладываться. Возможно, он не готов до конца. Все бывает, но при этом вот ваша нейтральность это проявление вашего уважения и вашей благодарности человеку за то, что он делает, потому что он это делает не для себя, он это делает для вас и для вашего локального комитета. Почему для вас? Потому что вы являетесь частью этого локального комитета. Вот. И также, да, вот Кристина, ты поделилась, я абсолютно с этим согласна, что ты заранее определяешь свой выбор, когда придет относится к кандидатам и очень сложно потом от этого отойти. А мы выбираем не друга, то есть вы можете со всеми общаться, вы можете каждого обнять, там, да, поцеловать, сказать, ты мой там, я в тебя верю, безумно, удачи, я тебе желаю, но при этом в моменте выбора вам главное выбирать не друга и классного чувака, а выбирать руководителя, да, для своего локального комитета и для себя в том числе, выйти. Да, и как раз, да, какие вопросы можно себе задать и задать кандидату при всем этом процессе. Первое, на что вы должны обращать внимание, это, конечно же, на свой локальный комитет, и вы сами должны подумать об этом либо спросить у вице-президента, если у вас нет широкой картинки или у ЛСП, или у МС, какой current state моего ЛК? Вот серьезно, я знаю, сколько у меня аппрубов с 1 февраля, а я знаю, какой у меня долг перед стажерами, которым я должен вернуть деньги, а я знаю, какие у нас вообще есть стейкхолдеры, а я знаю, какие у нас инновации. Вот вы, как FM, который будет голосовать и как человек в локальном комитете, которому, ну, как бы, не наплевать, кто будет лидером, вы должны понимать, какой current state, потому что от этого зависит, какой лидер нужен в этом current state. Дальше, кто лучший лидер для этого current state, для развития локального комитета? Вот я еще раз повторюсь, мы часто на выборах обращаем внимание на харизматичного лидера, который умеет классно разговаривать и доносить свои мысли. И как бы это крутой скилл, он обязательно нужен для кандидата, но есть разные типы лидерства для разного этапа развития организации. Грубо говоря, тот же Стив Джобс, он не был лидером Apple постоянно. И не только потому, что его увольняли, он болел и все остальное, но потому, что нужны были смены, нужный был другой подход, другой майнсет, другой человек именно на вот этой лидерской позиции. И здесь тоже, если вы не совсем знакомы с этапами развития организации, вы можете поговорить с LCP, он вам объяснит, что есть там деклайн, рост, стагнация, и на каждой из этих стадий нужен свой лидер. И вот вы, как сказала Вероника, не выбираете своего друга, вы выбираете, может быть, даже того LCP, который не совсем, с которым вы не совсем там дружите, вы даже с ним не общались, но именно по профайлу это тот, который сможет развить локальный комитет. При этом, что, наверное, важно тут добавить, не выбирать просто так. Если у вас там один кандидат, и у вас, может быть, будет там третья, четвертая волна, такое, к сожалению, бывает. Не выбирать LCP просто так, потому что некого выбирать. К сожалению, бывают случаи, когда выбираются LCP, и с течением времени он уходит с позиции либо сам, либо закрывает локальный комитет, либо, ну, происходят какие-то другие, они очень позитивные вещи. И тут нету вины как бы FM-ов, которые выбрали, потому что они хотели лидера, они хотели лучшего для локального комитета, но нужно здесь быть очень-очень аккуратным и очень-очень внимательным. Да, и Вероника, вот хочешь, чтобы что-то добавить? Не, я в конце уже добавлю, то в принципе я согласна абсолютно со всем. Да, Какие результаты этот человек уже привнес? Тут тоже важно, в айсике мы умеем классно представить себя, продать, но результат там, за мной випистрок, я сделал один аппрув. Немножечко это момент на задуматься, а насколько планы человека соответствуют его компетенциям и соответствуют тому, что он уже достиг. Поэтому, пожалуйста, вот нужно разговаривать с людьми, с которыми он работал и понимать именно результат. Не то, что он провел там кучу синергии, встреч, и это дало там ноль опенов, а то, что человек уже что-то сделал. Дальше. Какой лидерский стиль и какие коммуникативные навыки нужны для будущего LCP? Еще раз повторюсь, если кандидат негативный, если кандидат часто устраивает конфликты, это может привести, вот я серьезно говорю, к очень большим проблемам в локальном комитете. Здесь, вот будьте внимательны к этому, я не говорю, что нужно прям сразу не выбирать, но нужно кандидату обратить внимание, что ему нужно научиться решать конфликты, ему нужно научиться работать над своими эмоциями. Я сама могу сказать, что я раньше была очень таким строгим лидером, я не всегда решала конфликты, наверное, наилучшим образом, но я научилась, потому что мне на это обратили внимание, и я очень благодарна этим людям. Вот, это если про блок вопросов, которые можно задать себе, именно про локальный комитет, и тут, Вероника, вот что тебе есть добавить. В целом, на самом деле, мне кажется, будет очень здорово, если вы не просто будете задавать вопросы, реально прочувствуете атмосферу всех этих выборов, просто кайфаните, реально, вы приходите, такая классная атмосфера, кандидаты прошли уже огромный путь, интервью, апплики, кейсы, задания, да, вы собрались всем локальным комитетом, кто-то в онлайне, кто-то в оффлайне, МС пришли или подключились, реально крутое событие, я вам просто советую, да, не как бы серьезно, естественно, к этому нужно отнестись, но при этом не забывайте получать удовольствие, потому что мы все в айсике и ради этого тоже находимся, ну, мне кажется, это не так часто происходит в нашей организации, настолько масштабное событие, мне кажется, масштабнее только МСП выбора, и вот, ну, просто, да, по-другому мне вам и не сказать, получайте удовольствие, не знаю, шоу-кейсите, делитесь эмоциями, рассказывайте, спросите, как вы можете помочь во время выборов, может быть, принесите шарики, принесите цветы, все что угодно, не знаю, аплики распечатайте, там, если кто-то в сиси-команде выборов находится, ну, то есть, прям, знаете, сделайте из этого события прям огромный, огромный праздник для вашего локального комитета, потому что вы выбираете нового лидера, и для себя, потому что вы являетесь частью этого большого праздника, да, и большого события. Да, это правда, реально, как выборы выберутся, как вот человек-кандидат выберется, так и пойдет срок, вот у меня были офигенные выборы. Берите огромное ведро с водой, не нужно вот это вот из бутылочки, что это из бутылочки, огромное, вот, и прям, чтобы каждый кандидат сделал с собой сменную одежду, вот прям, чтобы вот все, понимаете, все было круто. Да хоть в бассейн кидайте, в Бразилии в бассейнке, да, выбранных, господи, выбранных человек. Я не шучу, это настолько классные эмоции, которые, независимо от того, выберут, не выберут, все равно вы это все вместе проживаете в одном моменте, в одной секунде. Да, и вы творите историю, мои дорогие. Мы уже подходим к концу. Есть также очень важная часть, о которой можно немножко забывать, потому что, ну, в локальном комитете мы в локальном комитете, но LCP — это человек, который принимает решения для всей национальной ассоциации. И поэтому вам тоже и LCP, кандидату, нужно понимать, какой current state, и что нужно делать, в чем нужно работать, и какой лидер сейчас подходит для ICIC в России, потому что, возможно, вы не все знаете, но вот все решения принимаются не MC командой. Не я решаю, не MCP решает, что будет с ICIC России, не я решаю, повысить ли цены на продукты, не я решаю, будем ли мы работать на это, на то или на все, не я даже бюджет аппрувлю. Бюджет аппрувит LCP. Решения принимаются вместе, то есть у меня только один голос, у всей MC команды только один голос. Остальные голоса у каждого локального комитета. Если вы не знаете, что такое full member, обратитесь к вашему LCP. Поэтому также человек должен понимать, что ему работать на всю национальную ассоциацию, он должен понимать current state, должен понимать, какие решения должны быть приняты. Да, и на самом деле на этом мы закончили такую нашу теоретическую часть, что мы советуем вам сделать и настоятельно рекомендуем, потому что LCP — это представители ICIC в России. Это те люди, которые ходят на телевидение, как ходили недавно Аида и Алиса. Это люди, которые ходят на радио. Это люди, которые договариваются с государственными органами, с университетами. И люди, которые вот реально... Так, заиграл, выключи микрофон. Люди, которые выступают на всяких мероприятиях, конференциях. Короче, это вот то, что есть ICIC, наши лидеры, наши главные leadership body. И нужно подходить к этому серьезно. Нужно дать кандидатам силу для того, чтобы они стали к выборам и на самих выборах еще круче, еще сильнее. Да, на этом официальная часть наша подходит к концу. И мы начинаем переходить к вопросам. Я думаю, мы выключим тогда использование. Те, к кому нужно бежать, потому что я говорила, что полчаса будет созвон, вы можете спокойно выходить, посмотреть ответы на вопросы позже. А так мы начинаем ответы. Первый вопрос от Насти Гималеевой. Мне кажется, это вопрос больше именно про процедури выборов. Давай я тебе лично отвечу. Напиши мне этот вопрос лично. Так, идем дальше. Перерегистрация LCP. Это тоже вопрос не про... Маша, напиши мне лично, я тебе отвечу. Почему нужно быть нейтральным, мы ответили. Да. Как поддержать тех, кого не выбрали в LCP? Как поддержать тех, кого не выбрали в LCP? Мне кажется, искренне и с любовью. То есть не будет так... Просто здесь нет такой волшебной таблетки. Естественно, любому, кого не выбрали, будет больно, грустно и обидно. Да, и здесь просто не нужно акцентировать на это внимание. Ой, бедняга, ты, наверное, мог выиграть. Да, но это не те слова, которые стоит говорить. В целом, просто искренне поддержать, прожить этот момент с человеком. Если, тем более, это ваш вице-президент, то обнимите его, поговорите с ним, уделите ему время, спросите, хочет ли он с вами провести это время. И также, да, смотрите, насколько потом отношения уже в целом в совете складываются. Мне кажется, тут больше роль именно LCP и совета, как они будут коммуницировать. Но если вы являетесь мембером, PM, то просто по-человечески поддержать, мне кажется, вот как и в любой ситуации. Да, добавлю, наверное, да, как можно еще поддержать. То есть, проставить ожидания, это, наверное, больше к LCP, ну и в целом к совету. На ближайшем IBM, на ближайшей какой-то встрече проговорите это честно и искренне, не скрывая ничего. Просто вот, да, у нас подалось несколько человек из совета. И я доверяю каждому там из вас. Вы сильные, вы классные. При этом выберу только одного. Давайте мы с вами обсудим, как мы поступим, что мы будем делать. Потому что это дает, ну, постановка ожидания, договориться на берегу. Это сразу все равно облегчает некоторые моменты. Но это больше к советам. Если вы тут, то да. Дальше. Вопрос от Рео. Дима. Как выбрать тогда один кандидат? Что нужно понимать? Один кандидат не значит плохо. При этом это не значит, что нужно точно его выбирать. Что тоже важно. Я в целом объясняла по ходу презентации, что нужно делать, какие вопросы задавать. И здесь приведу пример. ЛСП с ПОЭФа с третьей волны, насколько я помню, выбралась. То есть она три раза подавалась, единственная. Но она очень хотела, но у нее были сразу видимые прям минусы, которые не позволяли еще принять решение. То есть здесь как бы это возможный вариант, но вы не просто как бы отказываете. У вас должны быть четкие причины, и вам нужно четко донести человеку, почему ты не выбрался сейчас, и почему мы можем тебя выбрать потом. То есть нужно не просто так, типа я отказываю, потому что я отказываю. Это не то, что надо. Еще вопросы? Если что, можно микрофон включить, но только вопросы именно по выборам, если есть таковые. Мне кажется, что в принципе мы покрыли все темы. Да, ребят, спасибо, что пришли. Не буду более задерживать. Презентацию скину, видео загружу на ютубчик. Смотрите, скажите вашим FM-ам посмотреть обязательно. И хороших вам выборов. Ребята, это кайф! Это реально праздник! Просто шампанское купите, поздравьте друг друга. Давайте. Выкладывайте фоточки, мы будем все смотреть и приходить к вам в онлайн-трансляции. Да. Обнимаем. Давайте. Хорошего дня вам. ЛСП! ЛСП!